Физкульт привет! Друзья и ученики, просто случайный зритель. Вы меня часто спрашиваете, почему я так негативно высказываюсь по поводу фитнеса? Неужели я против здоровья, здорового образа жизни? Нет, друзья, это не так. Тот, кто давно следит за моим творчеством, за моими работами, читает мои статьи, смотрит мои видеоролики, знает и понимает, что я, когда говорю слово фитнес, подразумеваю всю современную фитнес-бизнес-индустрию, которую считаю целиком прогнившую. Ведь все, что сейчас преподносится нам с вами именно в таком всемирном, скажем, масштабе, является на самом деле ничем иным, как особым видом маркетинга, для того, чтобы продавать нам, для того, чтобы спихивать нам как можно больше различных продуктов питания, различных ненужных порой совершенно бесполезных иногда и вредных тренажеров, чтобы продвигать фитнес-программы, продавать персональные тренировки. Потому что я не раз уже вам говорил, что современная фитнес-индустрия, что касается именно крупных фитнес-центров, зарабатывает не на вашем абонементе, а зарабатывает на том, что вы покупаете персональные тренировки. Именно поэтому так много сейчас различных фитнес-курсов. И хорошо, если они учат тренера чему-то действительно полезному, информации, которая пригодится ему для того, чтобы продвигать человека к его целям, задачам. Но на самом деле больше всего это рассчитано и продумано так, чтобы человека подсаживать на крючок, на иглу фитнес-индустрии, бизнес-индустрии, чтобы вы как можно больше денег несли своему тренеру. Именно поэтому продвигается та чушь, что каждому человеку нужна индивидуальная программа. Как будто мы все с вами с разной планеты. Как будто мы с вами все ходим в разные аптеки. В том плане, что для каждого человека своя аптека. Ведь все мы такие индивидуальные. У каждого биохимические процессы протекают по-разному. У каждого биомеханика движения своя. У кого-то мышцы растут не оттуда. Понимаете, это все полная чушь. Я сейчас выступаю и в своих книгах, и в видеороликах, как какая-то не альтернатива, а скорее всего андеграунд какой-то. Преподношу те идеи, мысли, которые минимизируют наши с вами затраты в плане питания, тренинга. И за что часто, конечно, бываю, осуждаем, закидывают меня различными говняшками, все знающие люди. Самый распространенный пример это пример с упражнением гильотина. Я никогда не говорил, что это неэффективное упражнение, что от него у вас не вырастут грудные мышцы. Но в чем смысл и зачем нам такие грудные мышцы, когда мы убиваем свои плечевые суставы? И находятся те дебилы, которые пишут мне, что я не прав. Люди просто биомеханику не знают. Ну хорошо, не прав я. Но я живу уже пятый год в Штатах. Общаюсь с лучшими проатлетами и просто выступающими спортсменами. Мой друг, мой учитель, человек, который два раза был третьим на конкурсе Мистер Олимпия. Многие таких людей вообще в глаза не видели. Этот человек тренируется у меня в зале, мы с ним имеем определенные проекты совместные. И он, я даже показывал в видеоролике о гильотине, рассказывал о том, насколько это опасное, глупое упражнение. Но нет, находятся тем не менее тролли, дураки, дебилы, которые пишут мне, что я не понимаю, о чем я говорю. Друзья, мне не нужно никому ничего доказывать. Я даю вам информацию. Не нравится? Не смотрите. Но если вы не можете адекватно ничего возразить, то и не нужно. Повторяю, я никогда не говорил, что это упражнение неэффективно. Я всегда говорю только о том, что это упражнение опасно. С каким бы весом вы его не делали, как бы вы его не использовали, в укороченной амплитуде. Чем вы, конечно, будете возражать, что амплитуда может играть роль. Но нет, здесь не как с жимом с груди, с жимом из головы, где если вы будете опускать штангу до уровня ушей, можно минимизировать негативное воздействие на плечевой сустав. Просто люди в большинстве своем даже не понимают, что такое плечевой сустав, как из чего он состоит. По сути, это не сустав, а это соединительные маленькие такие мышцы, сухожилия, связки, если хотите, которые называются в медицине ротаторной манжетой. И гильотина так воздействует на эти ротаторы, что они просто повреждаются, а могут и порваться. И тогда вы будете испытывать такие серьезные проблемы. А у каждого из вас есть возможность сделать дорогостоящую операцию, чтобы вам пришили искусственные связки. Нет. Так зачем рисковать? Зачем писать, тем более в комментариях, что кто-то что-то не понимает, там, я отписываюсь от канала. Да мне плевать, друзья, отписывайтесь. Но не нужно сообщать об этом всему миру. Мы как-то без вас проживем. Серьезно. И я уже не раз говорил, я очень рад, когда такие тупоголовые люди, насмотревшись блогеров, которые все обо всем знают, утверждают, что гильотина – самое лучшее упражнение для грудных мышц. Заявляю, о чем говорил еще Арнольд, самое лучшее упражнение для грудных мышц – это даже не жим лежа, это отжимание от брусьев. Лучше на грудные мышцы нет. И воздействует оно на все грудные мышцы, на все его участки, на все его отделы. Так что, друзья, перед тем, как спорить о чем-то, в чем вы тем более не сильно разбираетесь, подумайте, чтобы не выглядеть идиотом. Ну, давайте поотвечаю немножечко на ваши вопросы. Доброго дня. Подскажите, please, при многоповторных приседаниях колени хрустят, болят, коллаген попить, что это еще? Ну, друзья, здесь вопрос в том, правильно ли вообще вы, в принципе, питаетесь, потому что сам по себе коллаген вам не поможет. Изучите мои статьи о суставах. Там очень много интересной информации, кстати, о любых суставах найдите. У меня много статей просто о суставах, есть о коленях, есть о локтях отдельно. Но все они, в принципе, подходят для того, чтобы понимать проблему, для того, чтобы ее исключить. Во-первых, нужно знать, хорошо и грамотно ли вы разминаетесь. Хорошо ли вы выполняете технику приседаний. И как вы питаетесь. Хорошо ли достаточно воды вы пьете. Хватает ли у вас жира в рационе для того, чтобы поддерживать ваши коленки. Едите ли вы холодцы консервы. Потому что современная причина, самая большая боли в суставах, это то, что мы едим копчености. Эти копчености не натуральные, они полностью целиком состоят из консервантов. И все эти консерванты откладываются у вас как раз-таки в местах, которые мы называем суставы, и вызывают боли. Так что найдите информацию. Я там целиком и полностью разжевываю, расставляю все по полочкам. И, надеюсь, вы найдете причину, устраните ее, и ваши боли пройдут. Есть еще вопросы? Есть и отличные тренера. Без них сложно. Конечно, не спорю, есть хорошие тренера, которые тренера от бога. К примеру, как я вообще пришел к тому, чтобы быть тренером. Во-первых, я сначала просто занимался и даже с нелюбовью. Меня год мой тренер по карате заставлял пойти в качалку. Потому что у меня от природы всегда были мощные ноги и слабый торс. И он мне постоянно на это указывал, заставлял меня. Я ходил через палку, мне это не нравилось. Но потом, через 3-4 года, я так втянулся, что мне больше ничего и не нужно было. Когда я уже где-то, сколько же мне лет было, не помню, но далеко, когда люди уже заканчивают институт, я осознал, что мне это действительно нравится. И нравится настолько, что я хочу посвятить этому всю свою жизнь, разбираться в этом. Я поступил сам в университет физической культуры и спорта. И я на факультет физической культуры и спорта действительно учился. Не покупал никакие экзамены, не покупал никакие курсовые. Все изучал, все мне было интересно. Впитывал знания как губка. Помимо этого, изучал все, что только мог найти по любой теме, которая тем или иным боком могла касаться моего любимого дела. И постепенно, постепенно накопилось такое количество знаний. И самое главное, практики. Я ни разу не прекращал тренировки за эти более чем 25 лет тренинга. Пришел к тому, что взял на себя смелость, ответственность учить тренировать других людей. И скажу откровенно, у меня это хорошо получается, судя по вашим отзывам. Есть, конечно, некоторые и недовольные люди, но нету такого большого потока недовольных, кто не получил от моих рекомендаций, от моих тренировок никакого полезного опыта. Если такие есть, то это где-то 3 максимум процента из всех людей, которые когда-либо обращались ко мне за помощью. Поэтому тренер в первую очередь тот человек, который осознал в себе необходимость, почувствовал в себе тягу к знаниям, к теории, к практике. А для тех, кто кричит о разных воздействиях, о том, что мышечные, что мышцы растут вот так-то или так-то. На самом деле, друзья, возможно, открою для вас Америку, но никто в мире сейчас не знает, как растут мышцы. Все это теорией, до сих пор остается только теорией. Если вы мне не верите, шокированы как-то этой информацией, погуглите и увидите, что ученые до сих пор, медики, не знают, как растут мышцы. Есть только предположения. Жду реабилитации, чтобы скорее можно было начать с вами работать дистанционно. Спасибо за ваше видео. Спасибо за позитивный комментарий. И скорейшее вам восстановление. На массонаборе растет живот. Вот самая проблема. Все остальное фигня. Да, но вы должны понимать, как растет живот. Ведь обратите внимание на такие пивные пузо у людей. Зачастую это не жир, просто выпирающий живот именно. И посмотрите на современных бодибилдеров. Ведь у многих выпирает живот, при этом на нем видны все 6-8 кубиков. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди жрут очень много. И если вы наладите свое питание, будете делать вакуум, то поверьте, и такая проблема вас тоже не коснется. Подходите ко всему с головой. Не кушайте разово большой объем пищи в себя. Не впихивайте. Это по-любому растянет ваш живот, растянет диафрагму, которую очень сложно потом под себя обратно убирать. Кстати, этому помогает вакуум. У нас в спортзале делают, тут по-другому написано, гильотину школьники во всю силу. Ну что скажешь, дебилы наслушаются Дениску и делают. Да уж, и остается, и остеопат не поможет. Придут половиной класса и сейчас занимаются жимом лежа. Дрочат там эту гильотину. Так и есть. А благодаря все кому, блогерам, которые все и все знают, и лишь бы выбрасывать какую-либо информацию. Девушкам нельзя гильотину. Гильотину нельзя людям, друзья. Если девушка человек, то и ей тоже этого нельзя делать. Присед в смите. Видимо, нарушает правильное положение спины. Капец, теперь спина болит. Веса было мало. Девчонки, я шокирован. Я же уже не раз говорил и писал, и даже целый ролик сделал о том, что девушке в смите приседать катастрофически нельзя. Никогда, ни при каких условиях. Это убивает вашу мочеполовую систему. Это очень негативно сказывается на тазовом дне. Никогда забудьте смит. Обходите его стороной. Единственное, что вы можете позволить себе делать в смите, это приседать далеко выставляя ноги вперед. Делая таким образом, как приседы. Но классические приседы никогда не делайте. Это не то, что не поможет. Это навредит, убьет вас, как женщину. Если навесишь веса, то скорее и не встанешь. Но это опять к машине Смита. Здравствуйте. Как совместить сколиоз и тренажерный? Как забить на ваш сколиоз и ходить тренироваться? Я видел людей с таким серьезным сколиозом, что представить просто невозможно. Естественно, тренироваться нужно начать очень и очень плавно. Делать те же приседы и становые вообще с бодибаром. И плавно, планомерно, месяц за месяцем потихонечку накапливать опыт в технике. И затем потихонечку-потихонечку набирать вес. Но веса прибавлять очень плавно. Очень плавно. Никогда не работать в отказ. Не натуживаться. У вас всегда, если вы выполняете приседания или тяга, как минимум три повторения должно оставаться в запасе. Если у вас сколиоз. К сожалению, сколиоз уже во взрослом возрасте излечить нельзя. Виноваты вы, сами ваши родители, что не уследили за этим. Поэтому, что делать? Тренироваться? А куда деваться? Но, конечно же, с головой подходить ко всему. Не должен быть сколиоз причиной того, что вы не ходите в тренажерный зал. Не согласна, что профи тренеров как иголка в стоге сена. Сложно понять, что это значит. Напишите еще раз, а то как-то не согласна, что профи тренеров как иголка в стоге сена. Не согласна с тем, что мало хороших тренеров? Ну, может быть. Как же нравится ваше мышление, ваши взгляды и знания? Как все четко и понятно? Доносите информацию. Спасибо. Спасибо вам за позитив. Всегда приятно читать такие комментарии. Вот это подход. Сначала погружение в физиологию нужно. Конечно, конечно. Анатомия, физиология, биомеханика, а еще лучше кинезиология движений. Как втянуться в зал? Чем промыть свои мозги? А, кстати, скоро будет на YouTube-канале у меня большой ролик об этом. Я делал недавно прямой эфир. Он еще должен, наверное, висеть. Посмотрите. Если нет, то ждите. В скором времени выйдет ответ на этот вопрос именно на моем YouTube-канале. Вот, советуют вискарем. Хорошо мозги моются. Не моются, а сливаются в унитаз, точнее. Только отличный тренер может втянуть. Это тоже правда. Но и без тренера. Какой бы классный тренер не был, если у вас нет серьезной внутренней мотивации, дисциплины, никто не поможет. Я серьезно попробую 10-литровый курс. Так, это там люди, наверное, между собой общаются. Егор, у меня такой вопрос. Если я, по вашим рекомендациям, делаю тренировки, но отжимания от брусьев и подтягивания для верха тела мне мало, какие еще для девушки, для верха посоветуете? Люблю плечи и трицепс. Если вы можете легко подтянуться в 5 подходах по 6-8 повторений, если вы можете отжаться от брусьев в 5 подходах по 8-10 раз, тогда вам есть смысл переходить, не переходить, точнее, а добавлять кое-что еще, разнообразить свои тренировки. Пока этого нет, я не рекомендую вам делать что-либо другое. Так как отжимания будут идеально прорабатывать ваши грудные мышцы, ваши трицепсы. Лучше, чем отжимания от брусьев, на трицепс еще ничего не придумано. А подтягивания это лучшее для бицепса и для широчайших мышц. Поэтому, я понимаю, хочется разнообразия, но наберите сначала силовой потенциал, базу построите, фундамент заложите. А скоро, вот в следующем году, уже в январе-феврале выйдет моя книга, целиком и полностью посвященная девушкам. Сможете ее приобрести, и там будут все рекомендации, схемы, как тренироваться, как питаться. И я думаю, вы получите ответ на свои вопросы. Привет из Днепра, и вам привет. Иногда одеваю пояс для жиросжигания. Как вы к этому относитесь? Вроде рельеф прорисовывается, но хочется ваш совет послушать. А мой совет уже давно, в статьях и видеороликах я постоянно об этом пишу. Все это чушь. Никаким образом пояс не поможет вам сжигать больше жира. А навредить может. Поэтому, грамотно питайтесь, тренируйтесь, ничего вам не нужно. Никакие жиросжигатели, тем более, никакие пояса. Не занимайтесь ерундой, друзья. Оставьте, пожалуйста, а не, ответьте, пожалуйста, надо ли принимать БЦА и все такое, когда тренируешься. Ну, лично я на тренировке всегда, постоянно пью БЦА. БЦА – это три аминокислоты, из которых преимущественно процентов на 70 состоят наши мышечные волокна. И они всегда нужны, они никогда не будут лишними. Поэтому, если у вас есть возможность, если позволяет кошелек, конечно же, пейте, принимайте БЦА. Вторая добавка, которая также необходима всегда – это комплексные витамины. И отдельно нужно еще купить витамины группы В и витамин Д. Д обязательно с кальцием. Все это принимайте курсами, и будет вам счастье и здоровье. Про Смит. Я не приседаю там, просто стойки были заняты, и ноги выносило вперед. Все равно извращение. Согласен, но молодцы, что находите решение. А лучше подойти и выгнать всех, кто приседает на ваших стойках, и самой заняться приседанием. Егор, как считаете, нужно девушке ставить гормон роста? Конечно, не нужно. Можно достичь прекрасной, красивой формы. Будете выглядеть сексуально, спортивно подтянуто, без какого-либо гормона роста. Конечно, будет сложно. Конечно, нужна самодисциплина, время. Но, поверьте мне, это того стоит. Лично я против применения какой-либо фармакологии для девушек. Особенно, если вы не собираетесь выступать ни на каких соревнованиях. Берегите свое здоровье. Сейчас у Егора спина обгорит. Кстати, да, может. Спасибо большое за ответ. На здоровье. Отвечу еще на один вопросик, наверное, и будем закругляться. У меня еще один вопрос. Как вы относитесь к предтреникам? Вредно ли пить их? Да, друзья, я об этом не раз говорил и снимал отдельное видео еще три года назад, когда все меня об этом критиковали. Но сейчас все больше и больше людей, специалистов, сходятся в мнении, что предтреники, они даже опаснее, чем стероиды. Это мое личное мнение. И я видел, как у нас в зале от предтреников люди теряли сознание, приезжала скорая. Поэтому, если хотите предтреник безопасный, лучше всего ешьте апельсин и за 30 минут до тренировки также выпивайте аргинин в чистом виде, в эль-форме. Скажите мне, пожалуйста, Оксана, иди уже в зал. Сколько можно хотеть и бояться? Жду очень ролик на YouTube про то, как начать зал и бросить фитнес. Да, Оксана, хватит страдать херней. Берите свою попу в руки и бегом в тренажерный зал. Уровень тренеров в Российской Федерации ниже, чем в Штатах. Друзья, можно было бы так подумать, но на самом деле то, что многие, даже уважаемые мной люди, делают со своими учениками, какую технику иногда волосы встают дыбом. Поверьте, фитнес-индустрия все-таки процветает больше всего в Штатах. Просто, чтобы вы понимали, скажу вам статистические данные, которые, в принципе, можно погуглив найти в интернете. Как вы думаете, вот если взять 100% тренирующихся людей по всему миру, напишите в комментариях, сколько вы думаете в процентном отношении людей живет и тренируется в Соединенных Штатах Америки. Вы будете шокированы, но это почти что 70%. То есть, представляете, 70% от всего населения планеты живет и тренируется в Америке. Это мы говорим о тех, кто занимается фитнесом. И, конечно же, здесь целиком и полностью вся эта фитнес-индустрия направлена на то, чтобы подсадить человека на постоянные тренировки. И тренеров здесь каждый себя может возобновить, возомнить тренером. Тренируют все, кому не лень. Я думаю, что такая же хреновая ситуация, как и в России, как в любой стране. А может быть, даже и хуже. Я бросил курить и набрал за три месяца 30 килограмм. Пароль в зал, похудел, тренинг три года без пропуска. Но сейчас не тренинг полгода. Опять потолстел. Почему так быстро? Потому что следить за питанием нужно, друзья. Если мы перебираем с калориями и склонны к полноте, то процесс накопления подкожного жира протекает очень быстро. А вот избавляться от него очень сложно и медленно приходится. Егор, скажите, если тренер говорит, что витамины нужно принимать беспрерывно в период подготовки к соревнованиям. Это правильно? Да, я соглашусь с тренером, потому что при подготовке к соревнованиям уровень стресса выше, серьезней диета. Сама подготовка требует больше психоэмоциональных и физических затрат. И витамины на этот период я бы тоже рекомендовал принимать постоянно. Еще вопрос про Смит. Ягодичный мост. Можно в нем делать? Да, ягодичный мостик в машине Смита очень удобно делать. Спасибо, друзья, за хвалебные отзывы в мой адрес. Это очень приятно. При сколиозе жим лежа делать штангой или гантелями, чтобы не увеличить асимметрию. Конечно, лучше всего работать, когда каждая рука находится под нагрузкой отдельно. И сейчас очень много таких тренажеров. И, естественно, вы правильно задали вопрос. Лучше использовать гантели, чем штангу. Спасибо вам большое, что отвечаете на вопросы. Вы колоссально помогаете. Спасибо огромное. На здоровье большое. Очень приятно. Поэтому и помогаю, что есть обратная связь. Мне приятно, что вы пишете, что вам помогают мои советы, мои рекомендации. Поэтому я вас и прошу, что лучшая благодарность для меня, это если вы будете в своих соцсетях репостить мои статьи и видеоролики. Вот это очень приятно. И, конечно же, пишите комментарии. Ставьте лайки, если нравится. Пишите, что нравится. Обязательно, если не нравится, тоже пишите, что не нравится. Ставьте комментарии, что не нравится. Дизлайки ставьте. Спасибо. В шоке. А 70% русских бухает. Друзья, если бы вы знали, сколько бухает людей, к примеру, в Ирландии. Если бы вы знали, сколько людей бухает в Америке. На самом деле бухает одинаковое количество людей, что в Штатах, что в России. Потому что статистика смертности одинаковая. 700 тысяч ежегодно умирает от алкоголя. В России 700 тысяч умирает ежегодно от алкоголя в Америке. Еще буквально 3-4 года назад эта цифра была гораздо меньше. Причем, что интересно, тоже одинаково. Это было 500 тысяч или даже, по-моему, чуть поменьше и в России, и в Америке. Цифры одинаковые. Если вы думаете, друзья, что мы чем-то отличаемся от друг от друга, русских, от американцев, вы ошибаетесь. Американцы так же, как и мы, здравомыслящие люди, хотим мира, хотим работать. Хотим, чтобы наше государство не трахало нас никуда. Американцы тоже очень недовольны своим государством, несмотря на то, что оно в большей степени трахает другие народы, нежели своих. Но я общаюсь с очень многими людьми и с людьми в возрасте. Они говорят, что Америка очень сильно отошла от тех свобод, которые были раньше, когда это лет 40, да даже 30-20 назад. Очень сильно Америка меняется. И когда вы говорите, что там американцы, пиндосы, там, ну это неправда. Американцы очень уважительно относятся даже к Путину, хотя вы знаете, я его не уважаю. Но американцы не боятся высказываться, если им что-то не нравится в сторону своего правительства. И не считают это непатриотизмом. Наоборот, это считается высшей степенью патриотизма. Потому что патриот это тот, кто за свой народ. Но не за свое государство или за свое правительство. Только земля, только твой народ, только этим ты можешь быть патриотом. Но мое мнение, и оно многим не нравится, что патриотизм сейчас должен быть только по отношению к своим родным, близким, возможно, друзьям. Нельзя разделять нас на вера, исповедание. Нельзя разделять нас на нации. Нельзя разделять вас вообще на классы. Потому что разделяй властвуй. Именно так действует меньшинство, чтобы управлять большинством. К сожалению, большинство это стадо баранов, которые не понимают ничего. Ничего в жизни не добились и никогда не добьются. Естественно, чтобы как-то подняться в своих глазах, не чувствовать себя чмом опущенным, хочется приобщиться к какой-нибудь общине, к какой-нибудь структуре, к какой-нибудь группе. За счет этого повышать свой жизненный статус и как-то не опускаться даже в своих глазах. Но вы понимаете, что это такое? Это шизофрения, на мой взгляд. Мы должны понимать, что все мы люди, все мы живем на одной планете, дышим одним воздухом. К сожалению, существуют границы, существуют религии, разные языки. На мой взгляд, все это неправильно. И кто этого не видит, кто этого не понимает, тот просто очень глупый человек. Еще очень давно есть такие знаменитые русские писатели. К сожалению, на Западе их знают больше, чем в своей родной стране. Шикарные люди, философы. Фамилия у них Андреевы. Данил Андреев. Почитайте его книгу «Роза мира». Вы будете шокированы. Тяжелая книга, написана тяжелым языком. Но несет в себе колоссальный философский груз, философский посыл к людям вообще, в принципе. Кто не знаком с этим автором, с этой книгой, как можно называть себя патриотом? Это один из великих писателей вообще России. Так, друзья, давайте. Обещал заканчивать и никак не остановлюсь. Еще парочку вопросов. Люди ленятся и не хотят выходить из зоны комфорта. Так и есть. В жизни не пила алкоголь и не курила. Но, блин, у меня целлюлит больше, чем у курящих и пьющих. Но это от образа жизни зависит в плане питания, в плане движения. Следите за этим. Только хотела спросить, что почитать. Да, друзья, если хотите почитать еще действительно что-то хорошее, это «Роза мира» Данила Андреева. Обязательно к прочтению две книги Ричарда Баха. Это внук знаменитого музыканта Ричард Бах. Первая книжка называется «Иллюзии», а вторая книжка называется «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Почитайте, это шикарнейшие книги. Затем почитайте книжку «Подсознание может все». Это книга, из которой потом черпали свои идеи, вдохновения и Карлос Кастанеда, и Вадим Зеланд в своих трудах о транссерфинге. Карлос Кастанеда в трудах о Доне Хуане. Это одни из моих любимых книг. Так, вот почитайте эти книжки, если хотите как-то, чтобы ваши мозги заработали. Многие у нас в зале ходят по 2-4 года к тренерам и выглядят ужасно, и делают какие-то странные упражнения. Капец, обидно за людей, которые платят тренерам ни за что. Друзья, они платят тренерам не ни за что. Тренера тратят на них свое время, да. Но это бесполезно проведенное время, абсолютно, и вы это видите, и я объяснял почему. Тренеру выгодно, чтобы вы не добивались результата. Серьезно. Выгодно в плане того, что вы будете постоянно ему платить. Клуб будет рад, что у него постоянно есть определенные клиенты. Конечно, то минимальное число грамотных тренеров, которые пытаются тренировать грамотно, испытывают проблемы. Вот расскажу о себе на своем примере. Я это уже рассказывал не раз. Очень много клиентов я теряю только по той простой причине, что они хотят какого-то разнообразия. Хотят на каждой тренировке делать что-то новое. Друзья, но чтобы к этому прийти, вам нужно пройти как минимум два года силовой базовой работы. Укрепить свои сухожилия и связки, укрепить свои мышцы, в конце концов, психику, обучиться технике. И никакие тренажеры вам в этом не помогут. Почему нельзя работать в тренажерах и делать изоляцию? Потому что наш организм так устроен, весь комплекс мышц организма работает согласованно. А в тренажерах эти согласованные движения отсутствуют. По той простой причине, что движение выполняется изолированное. Какое самое с точки зрения прикладное упражнение? Это приседания. Приседания – это даже не упражнение. Приседания – это жизнь. Мы постоянно приседаем. Так нужно научиться делать это правильно, нужно научиться делать это грамотно. Как можно говорить о том, что приседания вредны? Вредна больная голова, вредна больной тренер, который с первых шагов сажает ваш тренажер. Конечно, в тренажере же очень легко работать. Можно так тренировать сразу одновременно 3-4 человека, а иногда даже целую группу. Но нет. Если вы хотите грамотно, правильно начинать тренироваться, нужно это делать по моим ступеням. Но это не мной придумано на самом деле. Я просто доношу до вас те знания, которые получил сам. На мой взгляд, самый лучший тренер в России был, есть и, наверное, будет – это доктор Любер. Все его взгляды, которые я подчеркнул еще 25 лет назад, читая какие-то вырезки из его статей, потом попалась в руки его книга, они опробованы на практике. Конечно, в них есть и теория, но в основном это галимая практика. А практика всегда лучшей теории, потому что методом проб и ошибок мы находим самый лучший путь. Самый короткий, пусть не всегда безопасный, но не в данном случае. Это самый короткий, безопасный путь стать больше, сильнее, красивее. Он подходит и парням, и девчонкам. Запомните, если тренер вас загоняет сразу в тренажер и на беговую дорожку, то это, друзья, не тренер, это дебил, это варвар, это человек, который не заинтересован в вас, в вашем здоровье, просто заинтересован в вас, как в сиськи, с которой можно постоянно отсасывать денежку. Ну что, друзья, давайте на этом закончим и попытаемся делать такие включения постоянно. Я выложу этот ролик на YouTube-канале у себя. Кстати, пару часов назад вышло мое видео, как проверить знания своего тренера. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста, оставьте, что вы думаете на эту тему в комментариях, поставьте лайк, если нравится, напишите, что понравилось, поставьте дизлайк. Если не понравилось, напишите, с чем вы не согласны. И обязательно, если понравилось, поделитесь этим видео в своих соцсетях. Спасибо, друзья, всем, кто смотрит мои включения, всем, кто следит за моими видеороликами, читает мои статьи. Всем пока! А кто хочет узнать, как приобрести мои книжки в электронном виде, пишите мне в личку ВКонтакт. Я вышлю вам, как это сделать пошагово. Всем пока! Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз-таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok